Привет! У нас второй месяц начинается, да, в нашей битве в землях хаоса, и джем застряла на самом начале левела, что не очень хорошо. Так, кто будет ходить первый? Первая ходит Астра, наверное, совершает разведку невероятнейшим образом, захватывает шахту сразу же и нарывается на вражеского героя Келлию. Тут у нас много горгулей, Астра, я чувствую, надо отступать, честно говоря, здесь, потому что с Келлией она не справится. Далее у нас присутствует Карлавн, которая захватывает очередную шахту, и джем будет передавать в следующий ход, наверное, феек. Возможно. Тут еще следует захватить волшебный сад. Гвинет Пелтроу несет невероятный артефакт, вот она, собственно, сад и захватит, и получит 500 монет. У лепреконов. Это хороший ход. Все герои, наверное, где-то в центре сойдутся, около дороги. Ну вот. Кто еще у нас присутствует? У нас еще Жаклин, которая совершает разведку невероятную, и видит здесь ровным счетом ничего, только тень бросает, мельница какая-то. Жаклин невероятным образом отступит. Амброзий, суперрыцарь, оставляет здесь войска, берет себе волчика для увеличения скорости. Да и тоже пойдет чем-то заниматься полезным, например, ну вот какие-то водяные мельницы посещать, и окрестные фермы. Я думаю, да, именно вот этим займется Амброзий, только он где-то отсюда будет стартовать. Пытаемся выверять всех героев, все герои выверены, и делаем ход. Этот отступил, хорошо. Джем чем займется? Джем будет бежать, наверное, вперед в атаку, потому что парень отступил, он может напасть с севера. Он тут что-то не напал на горгуль, и там у них замок, наверное, наверху. Джем, давай ты куда-то сюда, тут лаборатория алхимика, она нам понадобится. Джем сюда рванула. Значит, вы передаете джем артефакт, и ваша водщина будет вот этот замок, судя по всему. Три хода вам к нему бежать, через лабораторию как раз таки вы пойдете. Далее, Австра принимает арков стрелков, заскакивает в замок, сдает арков стрелков и разведывает дальше карту. Здесь можно повысить защиту параметра, это было бы неплохо для джем. Фавн, Карлавн передает феечек, которые, кстати, замедляют нашу армию, потому что здесь везде высокая скорость. Ну, пусть они будут, особенно Дженнифер у нас хочет отметиться в следующем бою. Что еще Карлавн может сделать-то? Она может проскочить тоже вперед куда-то. Она может контролировать вообще вот эти проходы. Тут флажок красного просвечивается, да? Карлавн пока что не знает, что делать, она будет в авангарде вместе с джем. Жаклин, тут все понятно, отдаете рыцарей, наверное, и будете тоже бегать. Амброзий пока что займет позицию, наверное, около мельницы. Попытается ее... Да, нужна следующая неделя. Итого у нас... Мы можем малую башню возвести, потратив камни. Наконец-то у нас появляются фениксы, но феникс только один, то есть нужно ждать все равно следующей недели, чтобы было четыре феникса как минимум. И это подкрепление надо нести сквозь орду горгулей, которые здесь появились. Да, ведь именно на вот этой неделе объявлена туча горгулей. Тут их много, кстати. Может быть, поэтому не напал красный. Красного надо начинать выносить. Это что он себе думает? Что мы еще можем сделать? Здесь у меня есть царский мост. Вернее, его нету, но здесь, в принципе, начинается приплод агров этих троллей. Если бы было у меня их побольше, то, я думаю, следует задуматься о том, чтобы рынки возвести как минимум во всех городах. Потому что мне придется, в конце концов, выменивать ресурсы. Эристалище стоит древо. В принципе, можем себе позволить. Давайте рынки везде бахнем, чтобы мы могли выменивать ресурсы. Ресурсов обычных маловато. Все, все замки есть. В принципе, если накоплю камня, то смогу за эту неделю еще построить троллей во втором замке, который называется Timber Hill, и смешать армию. Но для этого джем нужно мне лидерство выловить. Она следопыт, логистика, казначей, удача, мудрость, навигация у нее. В данном сценарии вообще не нужная. От баллистики мы откажемся, потому что мы все-таки черодеем, бахаем быстро. Надо выловить стрелка и надо выловить, получается, лидерство. Делаю ход. Красный игрок сокрушен. Он напал на... Он напал на горгулей и отлетел от них. Очень интересный ход, говорит Джем, и врывается вперед. Что тут у нас? Ну, тут шахты. Это наши девчонки займутся. Астра повысит себе, наверное, силу... Защиту. Астра объявляется у нас дополнительным героем на всякий случай. Она тут побегает, у нее лучник, она самая быстрая. Она здесь займется сбором. Значит, Гвенет Пелтроу очень хочет попасть в свой замок, но в данный ход она, наверное, захватит шахту и рванет таки в свой замок, и Жаклин на ее место придет. Жаклин, вы сносите рыцарей сюда? Подумать про аресталище. Я не смешаю две армии. Мне надо троллей, наверное, выходить и фениксов брать. Что тут самое быстрое у них? Тут ничего такого быстрого нет. У этих увольняем гоблинцов в пачку. А у Жаклин нету даже волшебной книги, да? А какие тут спылы? Подождите, покажите. Я так не могу посмотреть. Тратить 500 на волшебную книгу не хочется. Здесь у нас приплод растет мечников-копейщиков, их всех надо грейдить. Но всадники неплохое, потому что очень быстрые юниты, 30 хп у них есть. Вот это хорошие танки для Чародея, кстати. Но, наверное, нет. Тоже куда-то сюда пойдете, Жаклин, и тут будете заниматься. Амброзий на позиции. И все. Значит, четвертый день надо... Здесь будет мост построить. Когда мы накопим камня достаточное количество. Можем мы уже это сделать? Давайте посмотрим. Камень меняем на серу, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сера, потому что пока что не нужна. На кристаллы два. Уже 15 камня у нас. И на древо. Ресурсы надо бы оставить на гильдии магов вообще-то. Но я хочу очень сильно быстро построить троллей. Карлаун, вы в авангарде здесь занимаетесь? Вместе с Гванет. У вас есть какая-никакая армия. Вы Гванет, кстати, можете передать стрелков. У нее их восемь будет. И вот этих крестьян. У вас дворфы. Вы очень медленная получаетесь. Вам надо выдать нормальный юнит. Гвинет наберет армию рыцарскую и будет заниматься этим замком. И то есть у нас вот этот и вот этот замок пока что в общей безопасности. Да. Я думаю, да. Как-то так мы действуем. Амброзий сидит. Делаем ход. Там кто-то бегает. Мне вот это не нравится, что там кто-то бегает. Давайте посмотрим, кто у нас там такой бегун. Стоп, машина. Ранлу. Желтый. Серьезная армия. Давайте нападем на него. И противопоставим ему. Так. У Ранлу. Он некромант. У него плохая мораль достаточно, потому что он перемешал войска. Но у него горгули полетят. В атаку. Ну или не полетят. Кто еще полетит у него в атаку? Грифоны средняя скорость. И вот эти мальчики пойдут со средней скоростью. Давайте. Горгули можем и возьмем. Грифонов надо шатнуть. Уже мораль у него никакая. А теперь надо застрелить стрелков. Чтобы они сильно не стреляли. Пойдут вперед. Фоники наши. И скелетики пойдут. Здесь надо, наверное, атаковать грифонов все-таки. 119 фей вольнут этих грифонов и прикроют с собой кентавров, чтобы те не походили. Грифоны летят, убивают мне все-таки одного друида. Что не очень хорошо. Здесь мы сидим. А у него и так мораль провалена. Хорошо. Надо теперь убить в этот ход грифонов. И у нас это не получается. Кто может прикрыть, никто не прикроет. Поэтому я теряю ход. У него летят горгульи. Да, не очень хорошо получилось. Но идем атакуем горгульи тогда в таком случае. Главное, чтобы он какое-то дикое заклинание не использовал. Его надо ушатывать быстрее. Я потерял двух друидов на этой битве. Кентаври лежат. Здесь сидим. Идут зомби и погибают просто. Все. Два друида. Теряю мудрость. Баллистика. Баллистика пойдет, потому что надо как бы с одной стороны атаковать здание. Если я играю через стрелков, серьезные укрепления будут снимать мне стрелков за каждый ход. Но я очень хочу лидерство выловить. И стрельбу. Мудрость. Пятое заклинание можно учить уже. Давайте возьмем баллистику. Ладно, перестрахуемся. Здесь можно силу повысить, заклинание выучить. Рынок есть поменять. Джем нужно тащить уже подкрепление. Надо об этом думать. Надо подумать, как мне пробить орду горгулей. Вот здесь вот, на следующую неделю. Тут надо героя нанимать, получается. Вы что делаете? Вы с этими дворфами очень медленно, но уверенно проскакиваете вперед. Будете захватывать вот эту шахту. Гвинет Пелтроу бежит в свой замок. Начинает там заниматься хозяйством. Здесь же Клин тоже пойдет вперед вместе с главной героиней. Будет как-то ей помогать. Или, возможно, она побежит уже за подкреплением за троллями. Надо быстрых героев сейчас. Амброзий быстрый у нас достаточно. Но он будет заниматься другими вещами. Кого-то можно уволить, кого-то можно купить, в принципе. Тут мост строим. И все. У меня есть тролли. Тут три. И в прошлом замке... Сколько? Пять. А, и надо загрейдить троллей. Ну, вон оно что. То есть надо еще камня мне. Десять-десять. Еще двадцать камня надо. Нормально. Я хочу все-таки в троллей выйти и еще фениксов добавить. Амброзий. Очень медленно действуете. Ну, вы вот соберете вот здесь, принесете подкрепление. Да. Я не знаю, может главную героиню провести. Ну, вот по силе вот здесь мы проведем. Мы пока тут будем двигаться. Армия еще есть, в принципе. Фейки есть. Мы можем от заклинаниями отстреляться, в принципе. Делаем ход сюда. Делаем ход. Кто-то еще не походил. Амброзий, конечно же. Он тормозит нашу продвижение кампании. Заклинание. Землетрясение. Поможет. Вот и вот и не нужна баллистика, которую я взял. Сила атаки повышается. Идем вперед дальше. Тут у нас ферма. Слушайте, что-то я не вижу там движения. Здесь Астра бежит повышать все характеристики себе, наверное. Знание. Подготовим, на всякий случай, второго героя. Захватываем. А мы еще дворфов тащим. Захватываем. Вот там что за горгулями интересно. Туда бы героиню отправить. Ну, тут займемся. В авангарде просто будем. Раскидаем дворфов. Дворф Митя. Дворф Гриша. Дворф Джеронимо. И дворф... Тоже Амброзий назовем его. А что у вас поспалам? Вы можете Блесс на кастовать. Но вы помрете просто. Вам даже не имеет смысла этих дворфов делать. Надо второго героя со второй армией неплохой. Вот. По лучникам тут уже 12. В принципе, их тут еще 10. Их можно тоже опять-таки загрейдить на полигоне. Это дешево достаточно. Или ресталь еще построить. Выйти в лучников и в... В конников. Это неплохо. Все я сделал, что хотел. Да, в принципе, все. Надо теперь им как бы троллей делать. И все. Хорошо. Ну, зависит от того, кто на нас нападет, конечно же. Вы сюда сразу. Вы этих крестьян слушайте и служите. Потому что не позорьтесь. Они очень медленные. Кто у вас побыстрее? Средняя скорость. Средняя скорость у копейщиков. Наймите себе какого-то копейщика. Одного, например. И все. И будете тут заниматься. Далее. Вы. Да тут будете тоже заниматься поднесением подкрепления. Вот так вот. Мне нужен еще герой, который фениксов принесет мне. Но это будет аж на следующую неделю. Ему надо всю карту пересекать. Давайте посмотрим. Ни одного замка нету, чтобы он стоял прямо на берегу. То есть я корабль никак не вызову. Делаю ход, жду. Пожалуй. Опасно нападать, слушайте. Действительно опасно. Можно потерять героя. Можно повысить защиту. Ферма здесь. Сила магии. Можно повысить. Очень хорошо. Так, Астра занимается тем, что тоже собирает потихоньку лучников с двух замков. Это неплохо. Это дополнительная армия. Такая может выйти вполне себе. Повысить что-то. Светилище. Не знаю. Атаку. Дополнительный герой. Можно его слить. И она поможет вытащить ману из вражеского героя. То есть даже дополнительного героя надо посылать вперед. Неплохая такая вещь есть. Тут бежим за подкреплением. Все цело. И что у нас по камням? Прошу доложить. Пожалуйста. Первый царь мост готов. Тут уже тролли серьезные. Этих джимба давайте сюда. Здесь наймем одного волка. Для общей скорости. Ну и армии со всех замков пособирать. Тоже неплохой ход будет. Какой день? Седьмой день. На следующую неделю делаем максимальный закуп. Я даже думаю, надо отвезти джем отсюда. Потому что тут опасно. И все. Все на своих местах. Да? Делаю ход. Желтый появляется. И австрологи объявляют неделю декабра за джем посещает форт. И сейчас вот такой вопрос у меня возревает. Что тут делать? И что этот герой из себя представляет? Завалим Ария. Замок сразу вижу. Так. Ну главное здесь сейчас четко сработать. Ария что из себя представляет? Чародей неплохой кстати. Эти полетят, например. Эти будут стрелять. Эти наплевать. Эти полетят. Вот эти полетят первые. Их надо выносить. Она летит и убивается просто. Далее. Летят вот эти. Потом вот эти будут стрелять. Этих нечем брать. Эти по-любому полетят да летят. Эти урона много не нанесут. Их фейками за контролем. Так. Тут не хочется конечно ввязываться. Давайте прикроем так. Он выстрелил все-таки негодник. Да? Убил меня. Чутка. Эти конечно же летят. И здесь ничего не делаем. Полезла змея. Полезла змея. Кстати заметьте у него армия из замка змей. Что не хорошо. Змеи надо ушатать попытаться в один ход. Это получается. Парень лежит. Спелл пауэр повысить. И вот этот замок надо отхватить. Слушайте. Он может быть не один здесь. Да? Опасно сейчас. Моя королева в опасности кричит. Астра. И повышает защиту. И готовится. Не знаю. Нанимать стрелков здесь еще халявных. Наверное. И в следующий ход будет нести подкрепление. Тут можно посетить. Вот так. Забрать камни. И бежать тоже действительно на подкрепление. Дать каких-то дворфов. Чтоб вас лучше убили чем джем. У джем еще есть маны. 44. Она. Даже если потеряет армию. Она отстреляется здесь. Я не боюсь потерять джем. Гвинет Пелтроу. Принимает еще лучников. Бежит в главный замок. И мы думаем еще о лучниках. Их кстати накапливается уже пачка. Жаклин. Может нанять троллей уже 8 штук. И тащить их главной героине на подкрепу. Больше из этого замка я ничего покупать не хочу. Потому что... Арков сколько? Двадцатник. Мне сейчас надо фениксов покупать в этот ход. И как-то их проводить через... Вот 4 феникса у меня есть. У феникса 100 хп. Они слабые достаточно. Как-то надо этих фениксов провести сквозь Орду Гаргули. Я могу потерять тут этих фениксов. Тут надо героя нанимать. Но тут еще двухнедельный закуп стрелков. Кто у нас? Луна Колдунья или Мандигал Чародей? Вот у него есть еще сладенькие юниты, которых можно слить. А Луна что может сделать? Давайте Мандигала наймем наверное. За 2500. Кого ему добавить? Ну он с фениксами пойдет атаковать. Конечно же они будут играть первыми. Гаргулии возможно полетят на фениксов. Возможно полетят на... Пикси. Я не знаю. Тут можно взять 8 единорогов, которых не убьют. И попробовать пробить вот эту всю ерунду. Спылы какие у вас были? Надо напомнить себе. А спылы были защита лечения. Ну лечить будем только фениксов. Давайте попробуем пробить вот эту сотню. Слушайте много. Много, много. Что, блесс какой там? Блесс тут не нужен. Каменная кожа есть. Я не знаю на кого они будут нападать. В зависимости от того на кого нападут, на того и на кастуем. На этих плевать абсолютно. Так, все-таки на фениксов нападают. Хорошо. Значит, тогда каменную кожу. Посмотрим, во-первых, сколько хп осталось. 31. Не, мы тут кюрим. Слушайте. Насколько мы закюрили? На 41. Тут атакуем. Будут потери. Главное, фениксов не слить. Феникс прожигает сразу двух гарк. Вот эту гарку. У него 38 хп остается. Габбаносы атакуют, чтобы феникса не потерять. Это важно. Заклинание кюр опять-таки. Зря беспокоюсь, наверное. 17 хп. Не зря вполне себя. Все, здесь сделали. Логистика. То, что нужно. То, что нужно. Теперь возвращаетесь в замок незамедлительно. Увольняете этих кабанов несчастных. Очень высокая скорость у них, правда. Но вы должны подкрепление затащить вместе с фениксами для главной героини. Главное, чтобы она сейчас не откинулась. Здесь сидим. Амброзий. Наступило ваше время. Опа! Тысяча золота. Бежите в свой град. И быстро там нанимаете мне троллей. Джем, походила? Гвинет. Так, Гвинет тут уже не нужна, по сути. Ну, разве что подкрепление дотаскивать. Надо цепочку выстраивать. Гвинет будет заниматься вот этим садом, наверное. Тоже соберет ресурсы какие-то. Жаклин. Уже готова выдвигаться. Жаклин уже готова нести подкрепление. Небольшое. Жаклин говорит, что все остальные тормозят. В особенности амброзий. Амброзию в подкрепление еще кого-то надо. Ну, не знаю. Пока что здесь еще нужно мне сделать... Ничего. Мне нужно сделать вот в этом замке царь-мост. Мне не хватает немножко древа. Немного камня мы можем его наменять. На серу, например. Опять-таки на древо. На кристаллы мы не пользуемся сильно. Немного камня. Сколько? 7. 8, 9, 10. Все это делается в один ход действительно. Нанять здесь финеоза первого уровня варвара. 10 троллей заходят на борт. И один волк. Волков много. Можно, конечно, армию тут хорошую собрать варварскую. Одного варвара. Но его не на чем, не на ком качать. Финеоз тоже скачет, неся подкрепление. Стрелковое причем. Амброзий преграждает путь. Вот вы, Амброзий. Вообще тут не в кассу. Хорошо. Сейчас мы молимся, чтобы на джем не напали. На джем собираются нападать. Там какой-то происходит телепортация или что? Сила магии здесь. Давайте посмотрим. Да, портал какой-то. Я хочу захватить замок попытаться. Оборона. Пробьем. Пробьем и заберем у них замок. Замок Чародея. Это драконы. И он, поскольку уже построил змей в Блэквайне, он может уже и драконов нанимать. Тут, возможно, мы... Тут в портал прыгать точно нельзя. Очень опасно. Значит, Астра чем займется? Соберет лучников, наверное. Перекинет их в этот замок. Это если бы на крайний случай я делаю, если тут придется держать дикую оборону. И тоже идет на подкрепление. Фаван какую-то защиту повысит себе. И, судя по всему, здесь будет искать шахты. Гвинет Пелтроу. Чем занимается? Какой-то ерундой она должна подкрепу приносить вообще. Но она займется сбором средств со своей вотчины. 500 золотых всего лишь приносит в этот ход. Жаклин уже тащит подкрепление. Гвинет надо было вперед вытаскивать. Но Жаклин бежит. Амброзий. Бежит принимать подкрепление. Только Амброзий еще посетит здесь два кристалла. И бежит принимать подкрепление от следующего героя. Вот Амброзий наконец-то поторопится. А здесь что мы делаем? Здесь мы закупаем еще друидов. И еще стрелков. Я думаю, сейчас важно джем все-таки перегруппировать. Потому что она начинает терять юниты. А это недопустимо просто. Нам нужно ее перегруппировать. Ей передать больше армии. Чтобы она более выгодно сражалась. Кто еще не походил? Кто посмел? Финеос еще бежит. Но Финеос тащит уже подкрепление. Финеос. Рванул вперед. Только не по дороге что-то ты пробежал. Вот так вот. Делаем ход. Что-то никто не нападает. Накупил он стаю. Я попытаюсь захватить замок. У него башни отстроены. Все. Сейчас я потеряю армию. Вот о чем я и говорил. Вот о чем я и говорил. Ну хорошо, что взял баллистику, наверное, в данном ситуации. 46 маны. Уже не полетят. Стрелков сколько? 18. Вот эти полетят. Надо стрелять по ним. С удачкой. Давай. Сетива натянута. Тут, наверное... Ну надо идти в атаку. У меня все-таки хоть какая-то базовая есть. Куда-то не туда ты пошел. Да, и начинают меня гарнизон начинают обстреливать. А он не хочет нападать. Посмотрите. Я выношу клинтауров ему, наверное. Не, он все-таки нападает. Что здесь делать? На съедение Дженнифер летит. И мы не можем пробить его никак. Выносить тут еще просто надо целые толпы. Девять. Силы магии не хватает. Этого стреляю. На... 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 Тут пробиваем заклинание. Следующая молния. Так. Тут стрелять, не знаю. Вот сюда, наверное. Коники не забегут. А так я урона сильно не нанесу. Я все равно урона сильно не нанесу. Коники не добегают. Да, коники атакуют так. И у нас еще есть один ход, в который мы потеряем юниты все-таки. Сидим. Теряем юниты. А, он еще заклинание применяет. Посмотрите. Ну все. Тут сейчас надо за один ход пробивать. Сильные змеи. Орленный взор, баллистика. Ну тут уж извините, баллистика. Сидим в замке. Что у тебя? Полностью отстроен замок. Есть рынок. Большой лабиринт. Зеленая башня. Болото есть. И лабиринт есть. Что нужно? 20 серый, 30 камня. И это драконы. И верфь тут можно построить. И подкрепление быстрее приносить. У меня было заклинание призвать корабль? Давайте посмотрим. Чтоб я мог отсюда просто свалить. Не было. Показать шахтах было заклинание. Давайте подумаем. Призвать корабль? Можно героя нанять, которого можно отправить в плавание. И мы быстрее просто доставим подкрепление отсюда. Бахнуть верфь. Давайте бахнем верфь. А только надо будет еще камня. Древо на корабль. Древо хватает. Надо нанять героя. А, у меня уже лимит героев. Надо кого-то уволить. Австрополезная. Вы, собственно, у вас же есть навигация, да? Второй ступени. Займетесь. Надо, чтобы кто-то держал портал. Я бы отсюда отступил, честно говоря, Джем. Я боюсь, что на нее могут напасть. У нее сейчас слабые силы. И наплевать на этот замок, да? Но чтобы они тут этих драконов не построили. Около портала прямо тусоваться опасно достаточно. Давайте в замке посидишь. Все-таки будешь более в безопасности. Ману восстановишь. Гильдия магов. Хладный луч получаю. Теперь надо, да. Тут, возможно, надо ускорение получаем. Тут надо отстраиваться. Надо быстрее подкрепление тащить. Надо как-то ускоряться здесь. Вы сильно уже не поможете. Значит, Гвинет Пелтроу занялась своими делами. Все, сидит в замке теперь. Если героя теряю, даже не надо их в замке садить. Потому что мне нужно будет освободить замок, чтобы там героя выменять, если что-то случится. Жаклин. Она уже тащит подкрепу. Только она пошла не туда, куда нужно. Не, она нормально. Она нормально вполне себе действует. Она уже здесь. Амброзий. Подождите. Сейчас вот этот должен действовать быстрее. Вот это основное подкрепление. Три хода ему бежать. Амброзий говорит, что он на месте. Он готов принимать. Хорошо, здесь. Финеос еще тащит троллей. Куда-то сюда. Ситуация сейчас очень острая у нас. Амброзий сидит. Ничего сделать не может. Может даже досюда доскакать и взять какие-то ресурсы, которые нам могут понадобиться. 500 золотых амброзий. На дороге не валяется, да? Рыцарь и казначей. Все, делаю ход. Больше ничего сделать не могу. Кто-то тпшится сюда. И нападают на нас. Сильная армия у него. 103 кентавра. Он будет защищаться. Но мы хотя бы теперь имеем информацию. Значит так. 4. Это Кродо, чернокнижник. Но я тут ничего не сделаю. Тут надо текать просто. Тут просто текаем. Надо было не текать. Потому что дали бы ему по голове и все. И все было бы нормально. И он бы ману потратил. Вот что надо было делать. Атаковать его или нет? Или прыгать в корабль? Есть берег, на котором мы можем сложить армию. Но вот где-то здесь. Это всех надо обратно возвращать. Так не хочется. Если Кродо убьют, то нормально будет. Но правда в замке не окажутся. Давайте нападаем на Кродо. Может у него арты какие-то будут. Так. Кродо. Что у вас представляет опасность? Вот эти и вот эти молодые люди. Значит, надо первым делом дать вот сюда. У Кродо сила магии неплохая. Вторым делом надо дать вот сюда. Чтобы они сильно не стреляли. Ослепление. Полетел. Напал. Ничего не делаем. Пошел в атаку. Тут перекрываем им кислород просто. Потеряем феек, конечно. Следующий ход. Сильный удар молнии. По вот этим молодым людям. Тут стреляем, наверное, все-таки. Горгулей. Надо диспал делать. Он сам за диспейлил? Что за глупости? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Он дает мне фору, да? Вы отступите. Друидам. А, я плохо отступил. Капец просто. Я ничего сделать теперь не могу. Вот я, ну, бас. Сколько? Четыре. Я потеряю сейчас армию. Четыре друида. Блин, бегите сюда. Фейки стоят еще каким-то чудом. Их еще сорок шесть. Надо здесь ушатывать начинать. Вы ничего не делаете. Так, молнии сражаем от этих. Отступаете куда-то сюда. Опять слепит. Ну, такое, честно говоря. Вы отступаете сюда. Получаете стрелу. Этих я прикрываю. Я растерялся капитально. Тут сняли ослепление. Все. Сейчас мы должны за один ход это делать. Сколько здоровья? 14 и 35. Здесь здоровье 15 и 15. Надо, значит, шандарахать сюда. Шандарахать сюда. Опять ослепление. Нападение. Еле-еле душа в теле. Надо отступать. Сейчас, как это ни странно, Джем должна отступать. Она должна просто валить отсюда. У нее армии уже маловато осталось. Феечка одна. Дженнифер. Это Дженнифер Лоуренс. Дополнительная помощница. В замке никого не осталось. Ну как, я могу нанять опять-таки Карлаун колдунью. Собственно, я это делаю в этот ход. Кто у вас самые быстрые? У вас гарги самые быстрые, да? Очень высокая скорость. Нанимаю одну гаргу. Сажусь в лодку и буду исследовать море. При этом я хочу здесь еще одного героя нанять. Причем Кастера, наверное. Для этого мне надо уволить какого-то из героев, которые прохлаждаются. Давайте посмотрим, кто же это будет. Гвинет Пелтро. Вот занимается ерундой, собственно. Идет в замок. Забирает себе одного крестьянина. Она свою задачу выполнила. Она притащила артефакт. И она отправляется на заслуженный отдых. А как ее уволить? Может, в замке нельзя увольнять? Далее. В этом замке обязательно нанимаем Кастера. Эти силы увольняем. Они тут не нужны. Что, три гаргулии? Ну, тут надо в драконов выходить. Гидры есть. Гидры сильный юнит. Он может продержаться, если будет нападение. Хорошо. Кастер занимается обороной этого замка. Этот замок нельзя отдавать, потому что тут драконов можно строить. И все предпосылки есть у противника. Астра очень сильно переживает за наше продвижение. Поэтому она будет здесь цепочку продолжать донесение подкрепа. Финеос тащил вот этих молодых людей. Он их дотаскивает даже Клин, который варвар тоже. Подкрепление уже в пути, кричат. Кричит Финеос и бежит за следующей пачкой сразу же троллей. Простите, говорит Джем. Это не то подкрепление, на которое мы рассчитывали. Мы рассчитывали на фениксов вообще-то. Все будет, миледи. Только продержитесь там, кричит Астра на полкарты. А Жаклин бежит. Ну как, конечно, ей капец бежать тут. Амброзий, что же вы тормозите? Потому что тормозит и этот чародей, который тащит подкрепление уже несколько ходов. Мы пока донесем это подкрепление, еще две недели пройдет. Амброзий, как вам лучше? Вам лучше как-то сюда. Лучше как-то сюда. С вашим волком. Астра. Занимается тоже ерундой, но пока что сидит. Как ее лучше? Ее лучше как-то сюда. Все походили, кто хотел. Кастер просто сидит. Да, делаем ход. Пока что никто не нападает. Интересно, сколько у них героев осталось. Здесь начинаем плыть. Во-первых, камень. На котором ничего нету. Во-вторых, пять древесины. Рифы впереди. Бутылка. Ваши спутники отмечают морской буй, там повышается боевой дух. Но это такое. Вы бежите. Вам больше нечего делать здесь. Вы преградили путь. Ну капец просто какой-то. Вы бежите сюда, передаете основное подкрепление, основной армии. Я думаю, нам надо задумываться про драконов все-таки. А тут просто подносить каких-то фениксов. Или мы можем это по морю делать? Получается, да. Получается, вам чем заняться. На следующую неделю посетить какие-то, не знаю, вот тут фермы и все остальное. Кастр здесь занимается. Кастр можно послать в разведку, проверить, что там нас ожидает. Пока что с этим не спешим. Жаклин. Бежит, добегает, наконец-то. Приносит подкрепление. Это не то подкрепление, которое мне нужно. Здесь я бы перегруппировался действительно. Чуть-чуть подальше от этого портала. Принял бы подношение Джаклин. У меня мораль упадет, правда. Мне надо найти место, где я тут могу мораль повысить. И тут такого места, к сожалению, нету. Но уже как бы появляется зачаток армии. 18 троллей это сила, с которой предстоит считаться. Мораль средняя у нас. Нам мораль сильно не важна. Нам знаете, что важно? Я думаю, с этой армией мы можем придержаться даже в замке. Нам важно отгрохать то ли зеленую башню, на которой надо камень и серый куча, то ли этаж гильдии магов. Вот что нам важно. Общее ускорение, паралич. Да, хорошие сполы. Тут ни одной молнии едины. Я могу спокойно сейчас возвращать нашу подругу сюда. Или дождаться уже подкрепления. Не знаю. Астра, это зависит во многом от Амброзия, который пытается поднести подкрепление. И практически в один ход это у него получается. Астра забирает подкрепление. Стрелки объединяются. Вопрос в том, что оставить Амброзию. Получается, одного стрелка ему придется все-таки оставить, чтобы он был попроворнее в следующей кампании. Да, Финеос походил и преградил путь. И испортил всю малину просто. Финеос за это уволен. Астра бежит вперед. Через три хода подкрепление будет у нашей Миледи. И тогда ей надо просто посетить гильдию магов здесь. Не отдать этот замок, да. Она может сама сбегать, кстати, чтобы побыстрее это сделать. Но она тут все уже посетила. Жаклин отлично отработала. Жаклин тоже может помочь принести это подкрепление, кстати, в следующий ход. Надо просто один ход выстоять. Мана полная. Добегаете ли вы? Вот это непонятно. Ну, как-то так. Мы провзаимодействовали. Кастер тут сидит пока что. Бдит. Если нападут Кастер. Слушай, может перестраховаться здесь. Грифоны, три горгульи погода не сделают. Но на самом деле почему нет? Нет, грифон и три горгульи. Будет больше горгульи. У тебя будет грифон, которого там стрелой какой-то убьют. И нормально будет. Змею сюда, стрелков вниз. Горгульи летят, не летят. Это непонятно. Что по минотаврикам у вас? Тоже не ясно. Какой день у нас, кстати? Давайте посмотрим. Пятый день. Мы, может, еще что-то придумаем насчет серы и драконов. Да, я думаю так. Никто не напал. Отлично. Несем подкрепление и сами нападаем самостоятельно. Четыре феникса уже сила, с которой следует считаться. Считает Жаклин. Подкрепление несется. Все, и тут еще плюс тролли. Еще бы мораль повысить. Меняю фей на фениксов. Вот так вот получаете. И стрелков. Куча стрелков. Значит, фениксы первые. Фениксы внизу в самом, они и так самые быстрые. Очень высокая скорость, очень высокая. Первые все-таки друиды. Только их надо как-то расплитить, чтобы на них не летели. Я думаю, такое построение. Только вот тролли здесь. 18 троллей по 40 хп. Здоровая сила, с которой предстоит считаться. Все, нападаем. Не, не нападаем. Посещаем замок. Посещаем замок. Кастр вот, собственно, и займется разведкой. Сольет в армию вражескую, которая мне ни к чему. Кастр тпшится, видит противника. Слушайте, тут целый остров у негодяя. И тут можно высадиться, кстати, с фениксами. Кастр может что-то кастануть. Давайте продлим ему жизнь немного. И он вытащит ману из этого агара. И тут оборона еще есть. Да, сейчас надо нападать на эти замки. Джем посетит гильдию магов, выучит все новые заклинания. Амброзий ускоренный чем займется? Я не знаю, следующее подкрепление по морю, наверное, придет. Амброзий просто засядет в свой замок. Или, возможно... Тут все зависит от того, как сыграет сейчас Джем. Вот. Тут отлично просто отработали. Заслужили даже повышение какое-то получить. Здесь тоже отработали отлично. На следующую неделю готовимся. А тут мы плывем далее по морю. А, мы видим уже этот претер-клятый остров, да? Можно помахать ручкой здесь. Хе-хе-хе-хе-хе. Давай плывем. Тут древо, собираем ресурсы. Нормальная карта, да? Классная карта, офигенная просто, действительно. Все походили. Герои меча и магии, да. Прибегают следующие двое героев и начинается нападение. Вот сейчас это отличный ход, потому что разведка у нас будет. Блэс, 16 змей. Этого спокойно сражаем. Что можем сделать, Кастер? Молния какой-то дать. Хладным лучом тебе бы, кстати, луч выдать. Герой слабый, честно говоря. Кого убить у него? Не знаю. Три горгульи. У тебя 20 маны. Давай стрелков попробуем вальнуть. Две на три горгульи. Тут атака 0, а тут атака 0 тоже. Ничего не сделаем. Сидим, улыбаемся, пусть он тратит ману. Тут летим сюда. Здесь сколько вас? Один. Куда-то сюда летите. Тут сидим тоже просто. У него больше змей, чем у меня, я понимаю. Пусть он тратит ману, жажду крови. Вот это все делает ерунду. Тоже понятно. Следующий ход мой. Еще молнией можно шибануть. Да вот этим гаргам почему нет. Тут летим куда-то сюда прикрывать. Тут сидим просто. Задача как можно больше маны из него вытащить. Ослепление? Да, пусть он тратит ману. Можно, наверное, сюда куда-то подлететь. Что, заклинания есть? Еще шесть. Хладный луч. Вот я ему стрелков чуть-чуть поубивал. Мои кентаври, правда, погибнут. Я стрелков ему убью всех, потому что змея, в конце концов, диспл слетит. Тут я теряю. Он, конечно, опыт получит. Что я поделаю? Сейчас его змеи должны на моих змей нападать. Он разбудил моих змей. Это ошибка его. Потому что его стрелки, в конце концов, погибнут. У него только змеи остаются. Но битва будет неравная. Я атакую первый. Теряю змей. Можно кастером вообще свалить. Кастер убегает. Ну, потерял я большую армию достаточно. Стойте, стойте. Стойте, остановитесь. У него куча. Тут Росмонт. Вот этот серьезный засранец у него. Ариэль предательница. Агар вообще ни о чем. Росмонт нас интересует. Так, это первый кандидат на цинковый гроб. Он, кстати, собирается напасть. Судя по всему, джем. Да можно уже на них нападать. Но ты заклинаний не выучил у новых. А что тебе надо, кроме молнии? Я не понимаю. У тебя есть землетрясение и молния. Все, тебе ускорение. Там было какое-то крутое ускорение. А если там... Что мне не хватает? Ну, мне не хватает брюликов, например. Да, я-то не построю гильдию магов в четвертый этаж. Тут было общее ускорение. Хорошее заклинание. Ну, поскольку я шарахаю молнии, в зависимости от артефактов, играю от силы магии, которая девятка. Нафиг оно мне не надо. Нападаю, короче, на них. Первый. Молодой человек. Что, сильный чередей? Такой приличный, слушайте. Это, наверное, их самый главный герой. Да, надо выносить его. Эти полетят. Убьют мне Феникса, конечно. Я должен это делать, потому что Феникс должен работать. Общее проклятие. У него серьезные сплы. Слушайте. Может, и зря я полетел. Кто ходит в следующий? Вот эти засранцы. Нападаю. Феникс живой еще. Еле-еле душа в теле. Кто следующий будет ходить? Вот эти будут ходить. Стреляю их с удачей. Меня пока что мораль не подвела, но, к сожалению, здесь у нас беда. Надо диспл кастовать. Тут надо прикрывать. Феникс погиб, по-моему. Не? Не, Феникс еще стоит. Ход Феникса, значит, мой ход шандрахнуть магией. Магией. Ну, я думаю, сколько этих осталось? 41. Вот этих надо сжечь просто. Ох, какой взрыв! Невероятный. Я уж испугался, слушайте. Но он и своих, конечно, убил. Но вот это неприятный был ход, честно говоря. Что это? Это Армагеддон был или что? Я всю армию потерял. Тут атакуем. Вы регените, потому что тут атакуем так. Змеи на подходе. Так, змеи не страшны. Я закюрить еще могу хоть кого-то? У меня резуректа нету, слушайте. Нехорошо. Давай сюда вот так. Да что ты делаешь? Слушайте, ну он меня сейчас развалит просто. Этим заклинанием. Он сейчас победит? Он еще и убегает, негодяй. Он убил мне всю армию. Баллистика третьей степени стрелок. Убил всю армию просто. Все подкрепление. Стая засранцев. Много-немного. Я тут ничего уже не сделаю, наверное. Капец. Сейчас надо загружаться, мне так кажется. Вот это, конечно, он дал. Вот это сила магии. Причем он не такой сильный чародей. Забираю замок у него. Пытаюсь, по крайней мере. Троли готовы. Троли готовы. Так. Ну, надо держаться. Надеюсь, здоровья хватит у коней. Сбежать-то я не могу. Тут сидим-сидим. Он бросает заклинания. Ну, понятно. Здравия должно хватить. Баллистика есть. Она уничтожит башни. Сидим в обороне. Не хватает. Да, умирает у меня главный герой. Надо загружаться. Нельзя на него нападать. Загрузить компанию. Новая компания. Автосохранение. Надо учить с пылы, получается. Что же мне делать? Антимагию какую-то? Надо или второго героя подводить какого-то. Или захватывать замок. Если у него, правда, этот замок один. То есть, чтобы он нападал на замок. Я не знаю даже. Надо выждать. Пусть он сам нападет. Надо из него маны как можно больше высосать. Но это не он. Это не он. Это не вот этот герой. То есть, вот этого мы сражаем. Или быстро его как-то ушатывать. Этот ничего не сделает. Тут мы сбиваем ему стрелков. Сколько тут? Три горголья. Давай их тоже уничтожим. Попытаемся. Надо, чтобы тот с Армагеддоном потратил ману. Зря атакую. Да блин, тут он теперь закроется. Я растерялся, слушайте, действительно. Все так хорошо шло. Две на две. Тут пять горгольей справятся. Ну, заклинание просто дикий. Дикий взрыв какой-то, действительно. Вражеская горголья внизу. Что у нас? Хладный луч еще один. Сюда, пожалуйста. Так. Тут летим сюда, чтобы он не стрелял. Понятно, что ослепление. Тут он добивает. Все. Тут больше ничего не сделаю. Можно ждаться за две тысячи. Приму капитуляцию. Позволю вам и вашим воинам. Да давайте примем капитуляцию. Капитулируешь тут. За две пятьсот тратим бабки на это, конечно же. Мне драконы нужны, чтобы с этим заклинанием совладать. Пятнадцать тысяч стоит и куча серы. Куча серы и камня. У меня нет лишних ресурсов. Вы там капитулировали, да? Где там этот герой? Рель-предательница. Понятно, вот этот вот. Он, кстати, готовится напасть на нас. Он готовится на нас напасть. Так, Агар сбежавший. Кастер, вернее. Куда-то сюда перегруппировывается. Джем заходит в замок. Надо думать про драконов. Тридцать, двадцать. Где мне серы достать, а? Давай, любой замок смотрим, что мы можем сделать. Камень серы нужна. Еще раз давайте посмотрим, сколько нужно. Тридцать камня, двадцать серы. Древо менять. У меня ресурсов нет. Ну, как бы есть ртуть, которую я должен тратить в следующую неделю на закуп фениксов. И за ними как раз таки плывет... Вот тут боевая подруга. Она их достаточно быстро может доставить. Это будет еще плюс, там, четыре феникса. Но он за один удар магии убил мне троих фениксов. Я думаю, она должна плавать сейчас, находить ресурсы какие-то. Должна совершить разведку вот здесь, если у него там еще замки. Если это последний замок, можно попытаться наскочить на его замок, захватить его. И просто продержаться. Вот такая вот стратегия. Кастр бежит сюда. И задача Кастр будет сливать просто... Ману противнику. Пусть он выскакивает. Пусть он атакует. Я тут могу этих героев пачками понанимать. Ситуация обостряется, миледи. Что нам делать? Бежать в замок и там не выпендриваться. В следующей неделе только ресурсы, потому что будут. Подкрепление надо думать следующее. Значит здесь, что мы можем сейчас сделать? Построить драконов попытаться. Рынок построить. Я уже, по-моему, перевысил и так лимит рынков. Дешевле не будет. Сколько их максимум может быть? Раз, два, три, четыре. Вроде бы пять или больше. Пять, шесть. Ну давайте построим рынок действительно. Пять дерева я потрачу на это. Еще страшного. Значит мне нужны камни и сера. Камни мы получаем. Один к двум. Хорошо. Тут один к трем. Три, четыре, пять, шесть. Одиннадцать надо сделать. Делаю десять. Серу мы получаем один к трем. Вот раз мы получаем. Нету серной шахты же. Два мы получаем. Три, четыре. Там же еще драконы стоят. Ну например делаю так как-то. Двадцать. Надо будет серы где-то достать. Где я ее достану? Где я ее не достану? Астра приуныла. Ну как, на фермах может выпасть, да? Уже клин тоже приуныла. Вот здесь может выпасть. Все, делаем ход. Смотрим, что он делает. Он, конечно же, нападает на кастера. Пусть он сольет маны побольше. Надо задачу вытащить, высосать у него ману. Он еще атакует неплохо. Семьдесят маны у засранца. У нас вообще ничего. Жмемся. Но он тратит на базовые заклинания. Да, сильно ману он не потратил. Будет ли он нападать на замок? Он не нападает на замок. Он второго героя выводит. И у него популяция возросла. Ну пусть он тратит ману на вот на же клин. Получается. Я в это время могу подлинно напасть на его замок на том острове. И его зажать получается здесь. Да? Я могу вальнуть вот этого агара. Сейчас. Что, я могу построить драконов? Я... Хе-хе-хе. Не могу. Лучше бы я четвертый этаж, наверное, гильдии магов построил. Не знаю я, что тут делать. Тут тяжело, короче. Ну давайте нападаем на агара. Попытаемся его вынести. Агар не проблема вообще. Агар выносится за пару ходов. Общее ускорение. Блесс у меня появляется. Землетрясение. Щит. Антимагия нужна. Чтоб таких избавляться заклинаний. Агар. Получайте так. Тут, наверное, атакуем так. Тут атакуем так. Атакуем так. Атакуем так. Перегруппироваемся. Оскрепление. Ну, конечно же, ему везет, да? Убил Феникса. Не, 56 хп осталось. Убьем их так или нет? 74 хп. Я не хочу. Я перестрахуюсь. Фух, не потерял. Агара вальнули. Баллистика, стрелок. Баллистика, если я собираюсь нападать, или стрелок, чтоб стрелка беру. Рассмонт. Или на него нападать, сейчас его выносить. Потом остатками. Но он может всю армию мне слить. Жеклин, задача, чтобы он потратил ману. Нагло на него нападаем. Да, жажду крови, пусть кастует. Молодец. Жеклин ничего не сделает. Тут полетит сюда, наверное. Наши гибнут. Фея Дженнифер положит свою жизнь. Все ради маны. Еще один ход, но он тратит ерундовое количество маны на это, на самом деле. Жеклин теряю, он получает опыт. Ну и надо его убивать. Сейчас давайте сделаем сохранение. Гоу. Фух. Как же его быстро убить. Значит, надо все юниты выносить тогда. Все юниты выносить. 60 маны осталось у засранца. Вообще, ускорение... Не, вообще, ускорение не пойдет. Надо выносить просто. Просто выносить. Давай вот так. Вообще, проклятие делает. У меня нужен общий диспл сейчас. Чтобы этого эффекта избежать. Полетят следующие грифоны. Стреляю по грифонам. Тут понятно, что меня будут бить. Надо выносить грифонов. Тут что делать? Отступить ли? Вот это не ясно. Отступим. Тут пока он слепоту не наклал. Вот мы вот так вот завязываем. Хорошо. Эти полетели и нормально. Более-менее. Сейчас надо быстро расконтролить. Но за один ход я это все не ушатаю. Что я могу сделать? Вот этих могу дальше сражать. Грифонов надо убить. Их многовато. И вот этих надо убить. Молния по грифонам. Их становится поменьше. По двоим я не сработаю. Да, тут получается, что я бью с удачей Минотавров. Ну и вот он лупит этим заклинанием. У меня юнитов остается просто вообще ни о чем. Пару старших друидов и что я сделаю? Получается, что я жду следующего подкрепления. Да, он сейчас опять лупанет заклинанием. И всех убьет просто. Я ослепил. Это мой шанс. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Только за счет того, что Единорожек его ослепил, мы его победили. Мудрость пятой степени. Что там у него осталось? Это непонятно. Но сейчас надо подкрепление тащить со всех замков. Я его ослепил. Он не успел сделать это заклинание. Господи, вот это игра, конечно. Так, давай. Пять троллей. Нанимаем героя. Любого. А не любого. Берем варвара. Я думаю, стрелков пора брать у нас из хибары агров. С тридцать этих всех грейдем. Вот и пришло время резервы выдвигать. Потому что основную армию мы потеряли на диком заклинании. Но мы ушатали героя. Еще учтите, что у него не было... У него не было этого. У него не было артефактов еще никаких. Вот что интересно. Побежали. Несу подкрепление сейчас. Я не знаю, нападать ли на замок джем. Тут джем вообще... Ну, армии мало осталось достаточно. Один феникс. Я думаю, фениксов надо тащить. Все-таки пытаться. Про драконов можно забыть. Тут высаживаться ли или... Аль нет. Вы. Ну, на следующий ход получите еще какое-то подкрепление. День первый. Да. Я покупаю все-таки фениксов. Пока что три почему-то. Ну, вот стрелков можно купить все-таки еще. Они еще живы. И единорожков. Ну, нет тут героя. Тут наплевать какого. Честно говоря. Подкрепление будет плыть. Теперь вплавь будет добираться. Ватавна бежит сюда передавать подкрепление. Только вы должны пришвартоваться, наверное, Миледи. Да? Вот как-то так. Мне не надо, чтобы вы высаживались. Надо, чтобы вы вот как-то так пришвартовались, чтобы вам Ватавна передала подкрепление. Отлично. Все. И вы плывете с этим подкреплением, я думаю, прямо сюда. Это будет быстрее. Потому что мы можем заскочить в телепорт. Заодно это будет разведка. Что у них осталось? У них осталось тут героиня, ну, с большой армией достаточно. Но я думаю, вполне себе осуществимо эту армию сразить. Далее, Амброзий. Вы занимаетесь ерундой на самом деле. Потому что вы должны тащить еще одно подкрепление. На всякий случай я возьму еще одну армию. Вы. Два кристалла. Получаете. Получаете здесь какие-то камни. И бежите вперед, потому что это скоро будет подкрепление. Атлас уже тащит. Подкрепление. Астра тоже должна присоединиться к этому всему. Вместе с... Ну, Джем здесь занимается. Астру, давай куда-то сюда. Все походили, да. Она бегает там. Слушайте, а она может быть вообще одна осталась. А я зря парюсь. Давайте я попытаюсь напасть. Пользуемся сохранениями, загрузками. Ну, потому что тяжело. Если у нее нет таких заклинаний, то все хорошо. Но я, в принципе, захватываю замок. В котором гарнизона нет. Сейчас посмотрим, какие сплы у нее тут были. Кстати, заклинания применят, да. 20 маны у защитников, у капитана. Поэтому первым делом надо вот этих выносить. У меня стрелков отстрелят. И фениксов поджарят. На костре. Кошмар. Не могу завалить вообще никакой юнит. Фениксы ходят. Значит, тут он один остался. Тут жахаем по аминотаврам. Тут просто валим... Вот этих. Если один замок у засранца, то он должен на него... А, он может успеть. Да, у него гилда Армагеддон. Вот оно, заклинание Армагеддон. Вот что меня убивало. Что по закупу у вас? Простите, у вас тут есть немножко армии. Ее можно, кстати, выкупить. Ну, чтобы противника не доставалось. Хорошо, что он драконов не успел отстроить. Потому что у меня были бы проблемы. Честно говоря. Можно нанять героя какого-то. Джизебель, Варваршу. Или... Зома Некроманта. Против нас отступница, кстати. Вот что следует сказать. Ариэль. Она тоже чародейка. Она могла бы выучить, наверное, это заклинание. Посмотрим. Значит, здесь подкрепление достается. В один ход. Но это надо джем передать. А джем ходить уже не может. Астра сидит. Амброзий бежит за подкреплением. Я думаю, мы сейчас втащим. Не зря я парюсь за подкрепление. Но я его куплю на всякий случай. Потому что перестраховаться, знаете, еще никому не мешало. Тут скопилось огромное количество стрелков-орков. Которые тоже хотят вступить в ряды доблестной армии наших чародеек. И двадцать шесть волков. Все. Эта армия тоже двигается куда-то сюда. Далее. Астра прохлаждается. Вы чем занимались? Ерундой какой-то. Вы должны были у Атласа брать подкрепление. Вас давайте уволим. Потому что вы уже не нужны. Получается. У вас логистика. Не надо вас увольнять. Возьмите у Атласа подкрепление. Действительно. Как-то бегите вот сюда. На вот эту позицию. Атлас побежал. Да что ж ты делаешь? И опять перегородил путь. Я туплю. Капец. Проходит. Мимо обсада. Давай пройдем. Я вот не знаю. Нужно это подкрепление или нет. Тут мы тормозим. Мы можем как-то тут отплыть. А вот это непонятно. Все от героя зависит. Ватавна. Тоже уже не нужна. Сидит в замке. Зомник Романт. На всякий случай выкуплен. Давайте делаем ход. Смотрим что делает. Убегает. Но если у нее последний замок. То. То как бы ей капец. Если нет. То придется сейчас еще тут попотеть. В любом случае. Я учу заклинания. Армагеддон. Если бы у меня были драконы. Я бы этим Армагеддоном. Шатал бы всех просто. Но на драконов не хватает. Хотя можно их отстроить. Почему нет? Тут есть рынок. Мне нужна только Сера. Сейчас мы все организуем. И можем одним драконом. Просто все выносить Армагеддоном. С нашим спелл пауэром. Да. 17. 18. 19. 20. 30. Камня. Зеленая башня пошла. Один дракон. Он еще серый стоит. Надо подождать ходок. Имеют ли они иммунитет? Имеют. Конечно же. Но это уже сильная армия. Так. Зом. Ваша задача. Сейчас не опростоволосится. Совершить разведку просто. Что у них тут происходит еще. Ибо это непонятно. Здесь мы еще не можем высадиться под крепление. Но мы можем разведку тоже совершить по морю. Есть еще один замок у него. Там Кродо. И там Ариэль. Мы их выносим. Если я под крепление поднесу. И дракона. Эти не нужны уже получаются. Да. Да. Эти не нужны. Вы увольняетесь тогда. Джем выучила. Ну Джем возьмет дракона. Следующий ход. Этих надо тоже поувольнять. Чтобы они тут не масолили глаза. А сколько мне нужно. Простите. До следующей недели. Долго. Она считает это один дракон будет. Ну Армагеддоном представляете как можно засандалить. Ватавна тоже получается. Не нужна. Ее надо уволить. Чтобы она не мозолила глаза просто. Это подкрепление стрелков может пойти. Нам. В данной ситуации. Амброзий поэтому тоже бежит. Но его очень долго тяжело доставлять. Астра. Он готовый принять подкрепление. И его тоже передать. Как-то это все армию собрать. Но можем мы даже все за один ход сейчас сделаем. Потому что у Джем еще остались силы. Кстати она восстановила ману. Или еще не восстановила ее. А? Джем. Не еще не восстановила. Давай ты восстановишь ману. Не будешь спешить. Вот они бегут. Нападают на. Кстати на нашего некроманта. И причем хотят что-то противопоставить. Да? Да сильная чердейка. Да. За счет она будет получать. За счет ослепления могу использовать. Почему нет? А я чердей-то не сильный. Сила магии 2. Маны мало. 6. Я лучше ей урон какой-то нанесу. Гарги сильные конечно же. Ну что поделаешь. Вот так. Феи понятно что летят. Но феи сильно ничего не сделают. Гаргу уничтожим. Уничтожать надо основную армию. Осцепление вешает? Ясно. Смешанной армии пусть у нее остаются. Я не против. Что б тут еще не слить. Слышишь? 24 гарги все-таки не шутки. Давай дворфов убьем. Пусть она тоже тратит ману. Эту мы спокойно. Мы ее просто сейчас в следующий ход забираем. Нашей главной героиней. Дварфы не хотят ложиться. Опять он ослепление вешает. Кстати в этой кампании был забавный момент. Когда противник с которым мы сражались. Он прокастовал. Прокастовал диспл на меня же. Было круто достаточно. Все как бы. Стил скин есть какой-то? Нет у нее еще. Блесс есть. Блесс пожалуй. Сейчас она отклеится просто. И мы тут немножко займемся темным искусством. Некромантии. Да? Шесть скелетов. Учи некромантию. Этот подбегает. Слышишь? К кораблю. Хочет на нас напасть. К рода негодяй. Берегитесь. Кричит Джем нашей напарницы. Слушайте. Он действительно подошел слишком близко. Джем. Насколько близко можете подойти вы? Меня интересует. Не слишком близко. Давайте мы купим дракона. Только кого заменять? Я его даже не знаю. Этот замок нельзя отдавать. Потому что у него теперь... Купим дракона одного. Ну дракон это 200 хп. Четырех лучников он заменит. Нападаем на замок, наверное. Тёмный искусствовед на некромантия возвращается сюда. Он может, кстати, подкрепление помочь принести. Следующий ход. Потому что Амброзия тут уже спешит невероятнейшим образом. Подкрепление я навряд ли доношу. Потому что, видите, там противник около портала занимается. Здесь надо отступить, пожалуй. Перегруппироваться и совершить ещё разведку. Может быть, у него тут ещё куча замков. Не, это, судя по всему, его последний замок. Мы сейчас оплывём его остров. И победим. Всё. Астра говорит, что можно выдохнуть спокойно. Посетить мельницу. И Астра говорит, я чуть не родила командиршу на этом задании. Потому что действительно очень большая была ответственность на нас возложена. Подождите спешить, Астра. Потому что битва ещё не закончена. Он нападает на замок. Он ещё троян тут выменял. Что, может взять замок? Может, на самом деле. Я думаю, лучше взять у него замок. Позащищаться, потом забрать второй замок. Будет ли это неделя? Ничего он не успеет. Троян. Ещё одна предательница, да? Ещё одна предательница. Какого левела ты? Первого. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это можно засамдалить. Не, мы молнией стреляем. Первые, кто у него полетят. Давайте посмотрим, средняя скорость или средняя скорость. Мы молнией засамдалим сюда. Мы летим сюда. Сжигаем фей. Мы стреляем по... Вот сюда. Урона не хватает, к сожалению. Ну, что поделаешь. Коники бегут. Да, стреляет. Он слепит, да. Но против драконов он ещё не сделает. Драконы могут своих сжечь сейчас. Ой-ой-ой. Дварф-отступник пожалеет о своём решении. Замок наш. Хорошо. Давайте посмотрим, что тут у нас. Тоже четыре гилды. Звездопад, буря стихий. Я не знаю, считается ли оно электрическим заклинанием. Но у меня жезл исключительно молний. У него не хватало денег даже на закуп. Всё. И остаётся последний у нас представитель, до которого мы не добегаем. А он добегает до замка, да. Что не очень хорошо. В таком случае я куплю тут... Что там у него было? Кентавры. Просто, чтобы сдержаться. Он и защиту тут всё отгрохал, да. Я куплю тут Жизабель какую-то. Кентавры. Ну, чисто, чтобы, опять-таки, ману ему высосать. Понимаете? Если он нападёт, если он перескочит меня сейчас. Но герой, судя по всему... Мы главного героя ему убили. Здесь... А в этом замке... Мы тоже должны нанять героя. Ранлуник Романт, который был за него, сражался. Первого уровня, кстати. Не, не пойдёт. Ребека Колдунья. Ребека будет защищать вотчину. Тем более, есть сподручные юниты. А что тут ещё по юнитам? А больше ничего нету. Дворфы станут на защиту королевства. И феечка Энни отомстит за Дженнифер, которая пала в бою. Что ещё можем сделать? Теперь можем подкрепление поднести. Тут можно спокойно высаживаться. Его, кстати, отманить можно. Уже не надо высаживаться. Да давайте высадимся. Нам уже плевать. У него больше замков нету. А, тут зам ещё есть. Господи, у которого ещё эти скелеты. Зам, убейся об него. У тебя мана есть ещё? Осталось? Не, не осталось. Ты текай, давай с города. Будешь доставлять подкрепление, если это понадобится. Тут Астра ещё не занялась. Потому что... Ну, чисто страховка такая. Это чисто страховка. Вот эти пять троллей, они погоды не делают из стрелки. Но волчики могут сделать погоду. Чисто страховочная армия для Астры. Всё, вы тогда получаетесь с логистикой и отправляетесь обратно. Кто там ходил? Зам походил? Вы чем занимаетесь? Вы чисто защищаете, вы чисто защищаете. Делаем ход. Он нападает всё-таки на замок. Он вынужден это делать, потому что у него осталось семь дней, чтобы... Ага, вот так вот мы делаем. Ну... Долго тут мы не будем стоять, честно говоря. Потому что полетят всё-таки горгули, кентавры. Что ему убить? Надо горгули, проклятых. Вот они мешаются. Но они прилетают. С этой армией, конечно же, ничего не сделаю. Нападу на стрелков, хотя бы их уничтожу. Последний оплот обороны. Но он меня уничтожил сразу башни. Башни они стреляют, поэтому мы толпимся. И тут спокойно помираем просто. Но он потратит ману, он захватит замок. Дракона он не купит, потому что я в следующий ход его уничтожу просто. Мы ещё тут продержимся, говорит эльф. Это будет последняя защита эльфов. Давай, лети сюда. Пусть он тратит ману. Вы группируйтесь куда-то сюда. А у меня по мане 16 из 30. А, ускорение вешает. Эльфы лежат. К сожалению, гарнизон стреляет не туда, куда мне хотелось бы. Что ещё ему ослабить? Тат. Вот этих минотавров, наверное, убить. Я больше ничего тут не сделаю. Дворфы ложатся. Последние защитники Азерота ложатся просто. Что, 9 маны ещё есть? Ну, минотавров убиваю ему чуть-чуть. Что, гарнизон ещё будет стрелять? Ну, вот эти башни уже не стреляют. Дворфы ложатся. Ещё одна башня у меня стреляет. Так. Ну, феям конец. Ну, фея Энистон просто выдержала этот удар. Она сама нападёт на змею. У неё ещё удача сопутствует, господи. Всё. Так, ну шо, молодой человек? Значит, во-первых, подкрепление мне на всякий случай. Вдруг он там сейчас что-то вытворит. Кто нес подкрепление? Вот эта подруга. Успевает ли она добежать? Всё, калькулейтед просто невероятнейшим образом. А, он же сейчас, знаете шо? Он опять Армагеддон выучит. А мне ещё замок штурмовать под этим Армагеддоном. То есть, его сейчас надо быстро ушатать. Может ли он? Армагеддон заклинания пятого уровня. Кродо уже тусовался. Значит, он опытный герой достаточно может быть. Но армии у него всего ничего осталось. Поэтому сейчас мы ему дадим по голове и всё. Первым делом мы применяем магию молнии. Сюда. Вторым делом мы летим сюда. Уничтожаем вот эту ерунду. Ослепление, ясно. Что ещё тут? Собирается побеждать, да? Судя по всему, да. Та-дам! Слушайте, а я, может быть, без этого подкрепления и не втащил бы здесь, честно говоря. Башни уничтожаю. Следующий ход. Молния. Огненный взрыв можно тут засандалить. Мы строго молнией атакуем. Оба! Оба! Теряю феникса. Он опять задиспелил. Хе-хе-хе-хе. Он какую-то глупости делает. Я не знаю. Мораль впервые подвела нашу армию. А потому что у меня три армии сборные получаются, да? Тролли, драконы и фениксы. Следующий ход. Это победа. Славная победа. Стрелок означает стрелок. Желтый сокрушен. Враг разбит. Ваша армия празднует триумф. Итак, первая часть артефакта в ваших руках. Крэгер устремился на запад, ибо предание гласит, что там, на острове Глайф, сокрыта вторая его часть. Негодяям сопутствует удача. Крэгер обнаружил тайный проход в горах Даркскейла. И опередил вас на многие дни пути. Вам предстоит нелегкий выбор. Можно последовать за Крэгером по тайной тропе, которую мудрые называли преисподней. На ней вас ждут смертельные опасности. Но этот путь самый короткий. Другая дорога ведет в обход гор через леса на юге и западе. Там лежат земли эльфов. И есть среди них такие, кто не потерпит вторжение пришельцев под сенних священных рощ. Так, у нас появляется выбор. Четвертый бездна приведет к шестому, или третий приведет к пятому к шестому. Волшебницы подняли восстание на северо-востоке. По дороге в горы вы должны для блага империи подавить их, жалкий бунт. Кольцо мага, малый свиток, 2-ая ступень логистики. Здесь у нас, готовясь к прибытию, Крэгер собрал вокруг себя некромантов и приказал им преградить вам путь к заветной цели. Вы должны захватить замок Скобсдейл до начала третьей недели, иначе некроманты усилятся настолько, что станут вам не по зубам. Это миссия на скорость, очевидно. Три недели. Я хочу, чтобы побольше миссий было. Мы, наверное, вот эту будем играть, полет стрелы. Но играть ее будем в следующей серии. 75 дней мы потратим уже на кампанию. Артефакты разные, кстати. Кольцо мага, малый свиток, 2-ая ступень логистики. Это интересно. 2-ая ступень логистики. Это значит, что у нас здесь, возможно, будет крутой качаный герой. Дорога в горы, северо-восток, там говорили, леса какие-то будут. Малый свиток, кольцо мага, неплохо. Я хочу через магию играть, и через меч тоже. Можно попробовать их чередовать, кстати. Посмотрим. В следующей серии увидимся. Герои меча и магии. Цена верности. Очень классные карты. Комп тупит, но при этом Армагеддоном сегодня удивил. И, да, было очень забавно и круто. Но очень много факторов решает здесь. Мне очень нравится, как рандом срабатывает. Потому что в битве против его крутого героя, который Армагеддоном шарахал, вот когда я в сохранении уже играл, то Единорог ослепил Гидру. И именно из-за этого мы смогли победить. Иначе он бы засандалил еще один Армагеддон, мне бы просто армию вынес. Круто было, в общем. Спасибо за внимание. В следующей серии увидимся. Будем продолжать кампанию цены верности. И, да, увидимся. До свидания.